Всем привет! С вами как всегда Павел Сидорик, канал о ремонте отделки. Тема сегодняшнего ролика это тонкости работы со стяжкой. Покажу интересный прием, который позволит вам из обычного пескобетона сделать тонкослойную стяжку. Ремонт у меня дома потихоньку переместился на балкон. Пришло время здесь сделать стяжку. На примере этой работы я расскажу какие трудности могут возникнуть и как их решить. Ну и о некоторых тонкостях, которые позволят вам сделать ровную качественную стяжку. На своем веку я сделал очень много стяжек и переделал много стяжек за другими специалистами и не устаю повторять своим клиентам, что стяжка и штукатурка это основа всего ремонта. Эти работы можно сравнить с автомобилем. Кузов это штукатурка и стяжка, а все что остальное оставится это уже другие работы. Если у вас плохой кузов, то автомобиль хорошим быть не может по определению. Если основа вашего ремонта некачественная, то все последующие работы будут тоже выполнены некачественно. Будет очень много нестыковок. Чем чревата плохая стяжка? Во-первых, это коснется всех напольных покрытий. Ламинат, паркетная доска будут играть на полу, будут соответственно разламываться замки и доски расходиться. Плитка будет уложена на слой клея. Это уже конечно будет не то качество, если бы она укладывалась на гребенку. При установке напольного плинтуса будут щели. Проблема с установкой дверных коробок. Напольные покрытия, которые могут быть разных видов, будут в разный уровень. У вас получатся порожки и небольшие ступеньки. Просто мебель будет стоять неровно и шататься. Придется подкладывать свернутые бумажки под ножки. И это только часть проблем, с которыми вы можете столкнуться. А теперь переходим непосредственно к тем моментам, которые надо учесть. Все стяжки от застройщиков практически всегда кривые. Это касается всех типов домов. Монолитно-каркасный, панельный, кирпичный, а также всех видов стяжек. В основном это классические стяжки, которые заливаются по-мокрому, и сухопрессованная стяжка, когда через бетононасос подается раствор в полусухом виде на объект. Если ваш дом сдается без отделки, то тут не возникает никаких проблем. Высота потолков и монолитное перекрытие позволяют вам сделать любой вид стяжки. В качестве наполнителя вы можете выбрать экструдированный пенополистирол или керамзит. А если вы на основание положите еще битумную шумоизоляцию, то ваши соседи снизу будут просто на вас молиться. Вам остается найти только толковых мастеров. Как найти, это уже другой вопрос. Это даже отдельная тема для ролика. У меня на балконе на площади 4 квадрата перекос плиты 7 сантиметров. Но чаще всего дома, во всяком случае у нас, сдаются с уже сделанной стяжкой. И тут есть три варианта. Первый вариант это сделать тонкослойную стяжку по всей квартире сантиметр-полтора. Второй вариант сошлифовать бугры, если это позволяет кривизна стяжки. И третий вариант это демонтировать то, что есть, вывести мусор и залить полноценную толстую стяжку. Применяется в основном в дорогих ремонтах, где деньги не главный аргумент. Остановимся на самые распространенные тонкослойные стяжки, которые делаются практически в 80 процентах случая. Из какого материала делать стяжку? Сейчас на рынке есть очень много тонкослойных полов, типа наливного пола самонивелира. Но по факту большую площадь таким полом залить сложно. Это возможно, но очень много заморочек и дорогая цена и результат может быть неудовлетворительный. Поэтому, когда мне надо залить всю квартиру в один уровень, такими составами я не пользуюсь. Сейчас производители делают обычные цементно-песчаные стяжки, которые можно заливать от 10 миллиметров. Ну а на последних двух объектах я нашел более лучший и выгодный вариант. Это пескобетон, который тоже можно заливать от 10 миллиметров. Стоит он в полтора раза дешевле. Мешок 40 килограмм стоит 120 российских рублей, 4 белорусских. А стяжка по сравнению с пескобетоном стоит 135 рублей 25 килограмм. И белорусских это будет 5 рублей. К тому же у пескобетона прочность М300, а это уже позволяет заливать промышленные полы. С этим пескобетоном я познакомился, когда мы делали стяжку с шумоизоляцией. Смысл стяжки в том, что стелется каменная вата, накрывается брезентом и сверху делается монолитная плита с от 5 сантиметров и больше. Там по технологии используется состав М300 и пришлось покупать пескобетон. Мне он понравился. Пару советов о том, как выбрать качественный пескобетон. Покупайте пескобетон от производителя цемента. Как это проверить достаточно просто. Зайдите на сайт предприятий, посмотрите какое у него основное направление. Пескобетон должен быть цвета цемента, а не песка. Он не должен расслаиваться при замешивании. Не должно происходить так, что снизу густой осадок, а сверху вода. Это говорит о том, что там один песок и маленькое содержание цемента. При покупке материала обязательно проверьте, чтобы не было каменистых образований. Так и бывает, что строительные материалы неправильно хранятся. Начинаем заливку стяжки с того, что убираем весь мусор и тщательно пылесосим пол. В обязательном порядке грунтуем основание, не жалея грунтовки. После ждем полного высыхания. Время обычно написано на упаковке. Все щели, которые есть на балконе, запениваем монтажной пеной. В противном случае через них будет утекать стяжка. Перед заливкой стяжки основание, конечно же, нужно обеспилить и хорошо загрунтовать. Часто встречал такие случаи, когда люди рассуждают так, если стяжка заливается, значит можно не убирать, а всю эту грязь просто залить. По факту получается, что те места, где была пыль и песок, они начинают губнеть. Стяжка в тех местах не прилипает. На каком этапе заливается стяжка? Стяжка заливается после выполнения штукатурных работ. Выводится геометрия помещения, клеится по периметру демпферная лента и заливается стяжка. Демпферную ленту клеить надо обязательно. Она компенсирует тепловое расширение, плюс служит шумоизолятором. Вибрация от стяжки, по которой вы ходите, не передается на стены и, соответственно, не передается вашим соседям. В качестве демпферной ленты часто использую подложку для ламината из экструдированного пенополистирола. С ней удобно работать. Для обычного помещения и полноценной стяжки толщина ленты должна быть 10 миллиметров. Для маленького помещения или тонкослойной стяжки можно использовать ленту толщиной 5 миллиметров. При помощи малярного ножа разрезаем подложку на полоски. Приклеиваем полоски к стене на силикон. Силикон наносим на низ полоски, который останется в стяжке. Идем дальше. Установка маяков. Я устанавливаю маяки на гипсовую штукатурку. Это позволяет установить их быстро и точно. Теоретически маяки надо устанавливать на тот же самый раствор, на тот же самый пескобетон или стяжку. Но это неудобно. Маяки отваливаются, очень долго этот раствор набирает прочность и замедляется работа. На ютубе очень много диванных экспертов, которые по этому поводу делают замечания. Но на практике все мастера практически устанавливают маяки на гипсовую штукатурку. Еще ни разу я не видел, чтобы были из-за этого какие-то проблемы в процессе дальнейшей эксплуатации стяжки. Для того, чтобы установить маяки, нужно найти самую высокую точку. Для этого использую лазерный уровень и угольник. Промеряем площадь всего помещения. Как я и говорил, на таком маленьком участке перепад составил 7 сантиметров. Если толщина стяжки позволяет, то лучше использовать маяки 10 миллиметров. Они более жесткие. Там, где стяжка будет 8 сантиметров, под маяк подкладываю пеноплекс. Так проще будет устанавливать маяки. Они не будут плыть на штукатурке. Замешиваем штукатурку. Начинаю устанавливать маяки при помощи лазерного уровня и угольника. В своих роликах я уже показывал эту технологию. Она позволяет устанавливать маяки быстро и точно. При заливке стяжки нужно учитывать толщину всех напольных покрытий, которые будут. Толщину плитки, паркетной доски, ламината, а также еще учитывать теплый пол. Перед тем, как заливать стяжку, желательно привести на объект образцы. Одну доску, одну плитку, чтобы мастера могли в реалии посмотреть, как оно получается и выставить маяки на разный уровень. Тогда у вас на финише будет покрытие в один уровень без порожков и ступенек. С одной стороны стяжка получилась 8 сантиметров и я туда закинул остатки пеноплекса, а с другой стороны меньше одного сантиметра. Если у вас нет правила необходимой длины для узких участков, то его можно обрезать. Это расходный материал. Длина должна быть немного меньше ширины помещения. Почему тонкослойные стяжки трескаются и отщелкиваются от основания? Потому что из них быстро уходит вода, раствор пересыхает и не успевает набрать прочность. Тут надо или стяжку поливать или накрывать пленкой, но это не всегда помогает. Есть простой прием, который позволит обычный раствор залить тонким слоем 10 миллиметров. Перед заливкой стяжки основание промажьте плиточным клеем, гребенкой сделайте бороздки. Клей создаст адгезионный слой, который скрепит стяжку и основание намертво. Плюс ко всему клей хорошо держит воду и из стяжки не будет уходить вода. Также на тонких участках можно смешать пескобетон с плиточным клеем. Допустим, в пропорции 70% пескобетона и 30% плиточного клея. Это позволит вам стянуть особо тонкие участки. Клик! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то конечно же ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем хорошего настроения! До новых встреч! Дима Торзок